Добрый день, это программа «Берлинские окна» на канале «Оствест» в студии Мария Макеева. И я давно ждала именно этой встречи. Я очень рада приветствовать в нашей берлинской студии гостю из Кёльна. Это Виктория Лещенко, администратор и создатель, насколько я понимаю. Да. Со-создатель, ко-создатель. Популярная и, на мой взгляд, просто удивительная фейсбучная группа, которая называется «Дивишник Германии. Женщины без границ». Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Дивишники Германии, так немножко пару слов скажу нашим зрителям, свыше 20 тысяч участников. Я считаю вообще, что каждая женщина, которая в Германию приехала или только еще собирается, обязана именно в эту группу вступить. Вы не пожалеете это 100%. Спасибо. Условия вступления в паблик очень простые. Нужно утвердительно ответить на вопрос, женщины ли вы, и поклясться не выносить скриншоты из группы. Ну вот мы задаем вопрос о, живете ли вы в Германии, какое отношение вы имеете к Германии, да. И плюс в наших правилах написано, что вы не должны носить белое пальто, вы должны спокойно реагировать на такие слова, как секс и его обсуждение, и должны обладать определенным чувством юмора. Это, собственно говоря, основные, наверное, критерии. Ну, кто признается, что у меня нет чувства юмора, все считают, что я-то умею и шутить. Это вопрос сложный. Ну, в крайнем случае, если нет чувства юмора, то хотя бы не портите вечеринку другим людям. Состоят в группе женщины, ну, со всего по советскому пространству. И я как-то не один раз видела, когда был даже такой опрос, девочки, откуда вы приехали, давайте устроим перекличку. И получается, поправьте мне, если я не права, побывающие Россия, Казахстан, Украина, Латвия примерно так, да, и потом все остальные. Откуда приехали, да? Да, 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 откуда приехали. Последняя тенденция, что у нас побывающая Украина, Россия. Украина на первом месте. Да, Украина у нас на первом месте. А Казахстан только на третьем. Казахстан, да, по-моему, на третьем. И живут русскоязычные женщины не только в Германии, но вообще по всей Европе, потому что тоже неоднократно видела, когда женщины пишут, и они из Испании пишут. Примерно сейчас 15 тысяч из 22 участниц у нас в Германии, и остальные это Австрия и Латвия и Италия. Я их на последнее время очень много девочек из Италии на оголек стало заходить, да, потому что интересные дискуссии не только касаемо Германии поднимаются, поэтому, да. Все равно, тем не менее, большинство тем, которые обсуждаются, они так или иначе связаны с жизнью Германии, будь то и учеба, и работа, и отношения, не знаю, традиции. Я бы сказала, что они связаны даже не столько с жизнью, сколько, наверное, во многом с вопросом интеграции в Германии. То есть вообще, в принципе, даже я бы сказала, почему, опять-таки, очень много из других стран приходит. Девушек интеграция не только в Германии, интеграция, в принципе, интеграция в эмиграцию, наверное, вот так вот это правильно сформулировать. Что непростой процесс. Что, конечно, непростой процесс. Расскажите немножко о себе. Вы приехали в Германию, вы же не родились здесь? Нет, я вообще фриш. Я приехала в Германию чуть меньше четырех лет назад. Приехали мы с супругом и с моим ребенком из Израиля. В Израиль до этого мы переехали из России. Родом я из Новосибирска. Из Новосибирска? Да. Это такой длинный путь. Да, то есть, у меня, я, получается, прошла уже два становления. Сначала был Израиль и сейчас, соответственно, Германия. Ну, и, в принципе, я так подозреваю, что, возможно, это не последняя. А, серьезно? Пережить две эмиграции – это уже серьезный разговор. Это такой большой стресс. Да, ну, на самом деле, когда ты уже пережил две, тут начинаешь посмотреть, мы же уже сейчас в Европе, есть тут рядом. И тоже интересные страны, и, в принципе, почему нет? У нас уже даже как-то ребенок мобильнее стал к этому ко всему относиться. Тем не менее, сейчас вы живете в Кельне? Мы живем, на самом деле, мы переехали так давно в Дюссельдорф, мы живем сейчас в Дюссельдорфе. А, вы переехали в Дюссельдорф, окей. Вы работаете? Ну, у моего супруга бизнес, и я активный участник в этом бизнесе, плюс, соответственно, у меня есть свое небольшое хобби. Это девичник Германии. И девичник Германии, да. Нет, я бы сказала, что у меня есть небольшое хобби, и большое хобби – это девичник Германии. Когда вы это создавали, вы могли себе предположить, во что это вылезет? Потому что это же медиа сейчас, в общем-то, уже. Я думаю, что это отнимает довольно много времени. Конечно. Это отнимает, на самом деле, очень многие это бытует мнение, что вот ты ничего не делаешь, ты не занимаешься ерундой, и вот такая ленивая домохозяйка, которая проводит от нечего делать время в интернете. Конечно, это в первую очередь, чтобы когда группа только остановилась, а у нас очень высокий темп, скорость именно развития группы. А когда она была создана? Она была создана 9 января, если бы не ошибаюсь, но это был точно январь 2017 года. В этом году она была 2 года. То есть, изначально, ну, это наполнение контентом таким, который было бы интересен каждому, кто заходит. У нас, что отличает нас очень сильно от аналогичных каких-то групп, это у нас очень высокая активность. Очень высокая. То есть, каждый наш пост, будь то рецепты чебуреков или обсуждение каких-то сплетен, скандалов, расследований, собирает очень большой отклик всегда. И, в частности, эта задача основная, это именно администраторов. То есть, делать так, чтобы, во-первых, был высокий уровень доверия группе, когда участники не просто состоят, нажав, состоять, да, в группе, а когда они в ней активны, когда они доверяют какие-то, даже секреты, какие-то личные, какой-то вот, передают тебе часть своего пространства. Плюс контент, естественно. И это все, как бы ни казалось, что я сижу и ничего не делаю, но я все-таки считаю, что да, это большой такой блок работы. А вы изначально чем были мотивированы, создавая эту группу, чтобы что? Изначально я была мотивирована в основном желанием создать какую-то площадку для открытого, назовем это так, диалога, для открытой беседы. То есть, у нас, у женщин, наших русскоязычных женщин, очень много тем, которые являются табуированными. То есть, у нас не принято говорить о проблемах в семье. У нас главное правило, это нельзя выносить ссоры из избы. Мы все это знаем, нам все это рассказывали мамам. Но женщины-то между собой всегда все обсуждают. Да, но вот тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Мы всегда с собой, друг с другом женщины обсуждают, но когда мы приезжаем в новую страну, мы проходим становление, интеграцию, и нам не с кем здесь поговорить. Особенно о проблемах, связанных именно с становлением внутри этой страны. Когда ты позвонишь своим родным и скажешь, ой, у нас тут в Германии, тут вот врач, он вот меня не принял. У тебя вот люди, живущие где-нибудь в российской глубинке, скажут, либо, ну что ты туда тогда переехала, либо скажут, ты нам вот, пожалуйста, свои проблемы ваши там. Мы знаем, вы там лопатой гребете, не надо вот нам вот этого. Да, поэтому, и когда ты только приезжаешь, у тебя нет ни подруг, у тебя нет ни друзей, у тебя у многих девочек здесь муж, который очень часто еще бывает, да, что он немец, а девочка немецкий только в процессе. И получается, что девичник становится тем местом, где можно обсудить какие-то вещи, и где, что самое главное, где тебя поймут. Потому что мы там все такие, все только что приехавшие, все проходящие вот эти этапы. Сначала мы приезжаем, у нас тут эйфория, какая красивая Германия, и как здорово. Потом мы начинаем там где-то разочаровываться, у нас что-то складывается, что-то не складывается. И мы все в этой группе, нас 20 с лишним тысяч, и мы все по сути такие. Поэтому это то место, где женщины могут обсуждать это открытое. То есть моя задача была создать вот именно площадку, где можно обсуждать, в принципе, все темы, включая острые темы, такие как сексуальная ориентация. Потому что в Германии, опять-таки, этот вопрос, особенно для тех, кто приезжает из глубинки, из какой-то глубинки, для них это шок очень часто. Мне одна девочка, моя очень близкая подружка рассказывала, что она когда была молоденькая, совсем поехала учиться в Америку. И она говорит, я приехала в Америку, и все, ну, такие люди открытые, все здорово. И я, говорит, стою на светофоре, и навстречу мне идут на дорогу, переходит парочка геев, они идут и начинают целоваться. И она говорит, я не знала, о чем мне делать. И я начала креститься. Я просто представляю себе картину, когда идут два гиря, и их видят, и начинают креститься. И как бы это, с одной стороны, конечно, смешно, но с другой стороны, это реалии нашей жизни. Потому что, ну, в наших странах, во многих наших странах, опять-таки, эта тема табуирована, ее не любят обсуждать, ее не любят поднимать. А ей само это смешно было, она когда рассказывала это. Это рассказывала, что шоу было. Да, конечно, это, да. Первороженый видов. Она еще, она, по-моему, из Луганска, да. У нее очень религиозная семья, то есть там по всему дому иконы, и тут вот практически, так сказать, грехово полойти, еще и посреди улицы, да. Человек начал креститься. Я хочу сказать, что я никогда не видела такой глубины обсуждения в паблике, и меня это поразило с самого начала в Движневной Кремле. Таких же групп с такой концепцией. Их довольно много. Но чтобы так, и неважно, какую тему обсуждают, это, может быть, женщина фотографируется в куртке, в магазине, девочке, идет ли мне эта куртка. Ну, это ерунда. Либо, например, помню, какое-то было обсуждение, вот я пошла работать на фирму, за мной ухаживают мужчины на Саудовской Аравии, что мне делать, я не знаю, какой у кого опыт. И дальше в комментариях, 500 комментариев, что на первую тему, что на вторую. И все не ленятся, прям помогают друг другу. И выясняется, насколько в обсуждении самых разных тем, личных, абсолютно, вроде бы не общественных, насколько женщины гибче, адаптивнее, толерантнее в каких-то вопросах, как они быстрее привыкают, что ли, к новой среде. Но это было мое впечатление от вашего паблика, что вы нового узнали о людях, о человечестве, о женщинах с тех пор, как вы являетесь администратором девичников. Я, скажу честно, я узнала вообще, я полностью пересмотрела свои взгляды на человечество, наверное. То есть, будучи девочкой из определенного социального слоя, да, у меня там родители с очень престижным образованием, я училась сама в очень престижном вузе. Кто пообразовался? Математик, да, вот так получилось. Папа у меня, я там математик в колене очень большого. В Новосибирске университетский губ. Да, да, я как раз училась в Новосибирском государственном университете, в математическом факультете, да. И то есть, я была такой тепличная, ну, естественно, у меня примерно такой круг друзей. Тепличный такой я была девочка, которая, в принципе, примерно одинаковая среда. И когда я начала вести группу, я, ну, сначала у меня была вот это вот отношение, что я же как бы такая классная, умная, и я вот все знаю, как должно быть, и я, наверное, я всегда права. И вот если человек делает как-то по-другому, то он, ну, вот плохой человек или глупый человек, женщины там в определенных ситуациях, потому что они сами там глупые, и так далее. Я очень сильно присмотрела свою точку зрения в принципе на все. На женщину в нашем мире, на право женщины, на ошибку в нашем мире. Потому что очень много тем поднимается, связанных с семьей, и с насилием в семье, как бы печально это не звучало. Ты так довольно часто ищешь. Да, да. Насилие в семье, неудачные браки, неудачная жизнь, неудачная карьера. И когда, ну, сначала моя позиция была такая, ну, сама дура виновата, что называется. Сейчас у нас совершенно другая позиция по этим вопросам. Я очень сильно пересмотрела свои взгляды на мусульманок. Потому что Израиль такая страна, мы, честно говоря, не любим. Ну, так нас... Ну, там такая геополитическая ситуация. Такая геополитическая ситуация, по-другому сложно. И здесь я познакомилась с несколькими женщинами, и одна меня поразила просто, да, вот я до сих пор не могу. Они приехали с мужем меньше, ну, может быть, чуть сейчас уже больше, года назад. До тот момент было 7 месяцев, как они приехали. Буквально они спустились в какой-то стан, ну, практически с гор, из глубокой-глубокой глубинки. Человек практически до переезда в Германию не видел ни смартфонов, не знал, как пользоваться кредитными картами. Она не знала... Ну, вообще, и при этом это религиозная мусульманка, она три раза в день совершает намаз. Соответственно, и этот человек за этот год умудрился уже выучить язык до уровня, по-моему, там, B1, B2. Она работает, причем она не просто работает, она сейчас уже задумывается о собственном бизнесе. Мусульманка, женщина. Она с потрясающими планами, она занимается спортом, занимается... То есть это, ну, настолько для меня, я честно могу сказать, я не каждую европейскую женщину такую встречала, с такой силой, характером, и при том наложенной на именно, ну, то есть религия же, она же... Я всегда думала, что женщины в религии, они несчастны, они ограничены, они, ну, они ничего не могут, потому что им муж ничего не разрешает. А оказалось, есть, конечно, моменты, что мы с ней там по некоторым вопросам общались. Потому что я в Германию приехала. Да. Поэтому у нее здесь больше возможностей. У нее появились возможности, да, но возможности появляются у каждого человека, который приезжает в Германию, но далеко не каждый их пользует, а этот человек их просто хватает. Вот даешь ниточку, она схватилась и поползла. И я настолько удивлена этому. И очень много, ну, и очень много, в принципе, участниц наших, которые поражают меня своими историями, поражают меня своей силой характера. То есть даже в грустных, каких-то трагичных историях, я думаю, что женщина, в принципе, в нашем мире действительно может все. Потому что... И каждый раз, читая какие-то такие истории, я в этом убеждаюсь. Я вот не знаю, способны ли мужчины были бы сколотиться в такую группу, если вообще нужно, в принципе, разделять. Не знаю как. Наверное, для мужчин нужен все-таки смешанный вариант. А для женщин вот своя группа, это какое-то удивительное полное доверие. Коллектив, атмосфера. Мне очень радует и поражает приятные истории оффлайн-поддержки, когда вся вот эта история фейсбучная девичников Германии, этой группы, выходит оффлайн. Я помню, как женщина какая-то, сейчас не помню из какого города, допустим, она жила под Мюнхеном, к примеру. Она не так давно приехала и тут же развелась с мужем, у нее двое детей, и тут же еще и чем-то заболела. И она написала, что с девочками такая ситуация, мне нужно делать операцию, мне даже не с кем оставить детей. Ну, то есть вообще ничего, никого. Я вообще только приехала, полно расследователь. И очередь уже выстроилась из добровольных нянек, которые дали ей возможность на два дня, что ли, отсутствовать, сделать эту операцию и помогли с ребенком. Была история, когда девочка здесь, в Берлине, жила в общежитии, и к ней приставал ее сосед, женатый, угрожал, и там все тоже были с советами, адвокатами. Там, правда, как-то, по-моему, грустно закончилось, она проиграла. Она проиграла. Процесс, да. Но, тем не менее, припомните еще подобные, может быть, примеры, когда это все выходит оффлайн. Есть один безумный, вообще, наверное, пример. Это мы нашли маму. Совершенно удивительная история у нас, у одной девушки, ее девушка, наш модератор сейчас, ее молодой человек, так сложилась ситуация, что трагичная ситуация, ребенок, папа с мамой расстались, ребенок от мамы был вывезен, и, ну, так сложилось, я не буду уж вдаваться в какие-то подробности, ребенок взрослый уже, и, как бы, тема, естественно, болезненно мамы, и был сделан пост о том, что мы ищем маму такие-то, такие-то данные, то есть, примерные, да, там, ну, мы знали имя, мы знали примерно, где она живет, но мы ни в соцсетях и нигде найти не могли, и за ночь, за одну ночь вечером была публикован пост, к утру мама нашлась, мама позвонила, то есть, мама нашлась через, там, знакомых соседок, мама позвонила, и сейчас мама и сын налаживают спустя много-много лет жизни, и, да, это, наверное, такая самая удивительная история, которая, ну, это из-за невероятного, наверное. Еще недавно была история, девушка, она, правда, не в Германии, она усыновила ребенка, он с, я могу ошибаться, но с особенностями развития какими-то, поэтому я не буду назвать диагноз, но вот я не уверена в нем, да, и она говорила о том, что вот мне хотелось бы какую-то поддержку перед мной, а, и ситуация возникла так, что ребенок был усыновлен, а после этого папа сказал, что я к этому был морально не готов, и ушел, да, и, соответственно, она осталась одна с ребенком, ему нужна моральная поддержка, и она написала об этом в группе, и ей начали приходить открытки, подарки, ну, из Германии, она живет в России, из Германии, открытки, подарки, какие-то теплые слова ребенку, ситуация была, ребенок... Она, простите, она живет в России, но состоит в группе девушек Германии, а почему? Она рассматривает варианты переезда, потому что детям, особенно в нашей стране, проще. Ну, это, в частности, очень... Одна из причин, почему девушки вступают не из Германии в нашу группу, потому что они думают о переезде, там интересуются, да, прощупывают почву, назовем так. Да, еще была история, девушка, ребенок тоже, оперировался в Кёльне, в Кёльне, по-моему, да, и она, Новый год, и она говорит, ну, мне хоть какие-то игрушки, может быть, там что-то, ну, чтобы немножко ребенку праздник создать, и тоже там прислали, открытки, и игрушки, и все, что можно. Поэтому, ну, таких историй, на самом деле, бесконечные просто. Вы строгий администратор, у вас строгие модераторы, вы очень жестко и справедливо, на мой взгляд, пресекаете конфликт. Какие принципы? И одновременно не боитесь ли вы, что отсекая конфликтных, что, значит, активных, да, вы тем самым снижаете, ну, хайп, что называется, в группе, в паблике, мы в плане того, чтобы прям совсем, да, выгонять из группы, блокировать в группе, ну, это какие-то признаки полнейшего неадеквата, когда, ну, то есть, человек несет в группу только деструктивные. Что касается, когда все мы, иногда, даже я бывает, иногда перехожу, конечно, темы острые обсуждаются, некоторые темы касаются личного чего-то, поэтому, ну, это нормально. Поэтому обычно, если человек, если это старенькая наша участница, любимая, то просто говоришь, так, это стоп, хватит, какую-нибудь гифку, и до этого достаточно. в крайнем случае, можно заблокировать человека на 12 часов. Иногда такая дискуссия, что мне приходят сообщения мне, другие модераторы, администраторы, что, пожалуйста, заблокируй меня, больше не могу. Это очень здорово. Пожалуйста, я сейчас иначе выйду из себя, заблокируй меня на 12 часов. Я сейчас вдруг подумала, а как вы считаете, немки, у них есть такие группы? Или это какая-то история русскоязычных людей? Ну, я знаю одну немецкую группу, ну, тоже, девичник, что-то там, вот, но обсуждение в ней сходится какие-то косметики, ну, то есть, каким-то таким поверхностным достаточно еще. Насколько глубокие темы затрагивают, вы избегаете политических тем, или это само происходит, что их немного, да? Мы их не избегаем, то есть, как бы, у нас нет никакой цензуры, единственное, что, каких тем мы острых избегаем, это, вот, таких тем, в которых будет конкретно написано, вот, эти вот плохие, ну, то есть, какие-то политические уже натуральные распри, да, то есть, это, вот, он плохой, мы там против украинцев, это пример, мы там против русских, мы против израильтян, против арабов, да, если, соответственно, тема в целом, ну, например, тема беженцев, у нас так или иначе, бывает, ну, практически каждый день, это, наверное, даже, если не будет создан пост про беженцев, то где-то, кто-то, все равно, они будут виноваты, поэтому, то есть, эта тема, мы, нет, мы политические темы не запрещаем, мы не запрещаем, в принципе, практически никакие темы, единственное, что у нас жесткое, это, и это, опять-таки, к блокировкам, да, это 100% будет блокировка, это гомофобия, расистские высказывания, ну, какие-то уж совсем вещи, вот такие, то есть, гомофобию я лично не приемлю, это моя позиция, поэтому, и у нас, на самом деле, у нас есть интересная рубрика, называется, «Бестактный вопрос», я, правда, давно никогда не ее, потому что туда нужны интересные гости, и, это рубрика, это вы имеете в виду, когда кто-то приходит, и, о, да, это классно, это вот настоящая медиа, это прям работа медиа, да, это, кстати, была, я могу себя похвалить, это была полностью моя идея, давайте, давайте, давайте немножко объясним, кто еще не успел вступить, а может быть, мужчины, они вообще никогда не смогут, поскольку вступить, тем более, интересно, представьте себе, есть возможность задать вопрос человеку, с которым вы, ну, в жизни никогда не сталкиваетесь, или, может быть, даже стесняетесь сказать, что вы все равно сталкиваетесь, это может быть любовница женатого человека, трансвестит, кто еще был, у нас был поклонник БДСМ, как женщина-госпожа, так и мужчина-сап, мы теперь знаем, чем они там отличаются, благодаря этому посту, и они отвечают на вопросы, соответственно, участниц группы, может спросить все, что угодно, да, да, и это очень интересно, потому что, мне кажется, причем это интересно, на самом деле, с двух сторон, интересно с точки зрения того, кто это читает, интересно с точки зрения того, кто на это отвечает, потому что тебе задают такие вопросы, которые ты иногда даже сам себе боишься задать, но я не была гостем, потому что мне, в принципе, особо и рассказать, к сожалению, нечего, ни БДСМ, ни геи, да, все прошло мимо, поэтому, но у меня был мой близкий друг, он гей, и он участвовал, соответственно, это был первый самый выпуск про геев, да, и очень много вещей, которые задавались, и которые действительно, это даже не просто вопрос, это такой повод для хорошего, такого анализа себя, вот, и да, и для чего еще делается это, в принципе, для чего моя, мой посыл, когда я придумала эту рубрику, о том, что очень много у нас стабуированных тем, которые по незнанию, по, наверное, слово невежество не очень правильно, но вот по неосведомленности, вот, по неосведомленности мы боимся, то есть, первая ситуация, это, точнее, первый пример, это геи, вот, мы увидим их на перекрестке, мы начинаем креститься, не потому, что они, антихристы, или еще что-то, а потому, что мы не знаем, что это такое, мы где-то читаем, особенно, если мы приезжаем из России, мы вообще, да, ну, какая пропаганда в России, знаете, то есть, мы где-то придумываем, где-то додумываем, где-то читаем, такие вещи иногда поднимаются, что там, кто мужчина в их паре, а кто женщина, у меня очень близкие другие, и мы знакомы с ним 20 лет, я вот могу, честно положу на руку, сказать, в этой паре я, они бывают, кто один мужчина, кто один женщина, но каких-то гендерных ролей разделений нет, в парах таких, я много пар таких знаю, вот, и мы, то, чего мы не знаем, мы всегда боимся, мы на это, и тот же самый, а, БДСМ, свингерство, надеюсь, я правильно сказала это слово, вот, беженцы, беженцы, да, мусульмане, как бы это ни звучало странно, но тем не менее, это все для нас такие темы, которые мы не знаем и боимся, и поэтому цель этой рубрики, это именно показать людям немножечко, копни, ну вот тебе, пожалуйста, вот тебе гей, копай, хочешь, спрашивай про родителей, хочешь, спрашивай про психические отклонения, хочешь, спрашивай про гендерные разделения, хочешь, спрашивай, как вы там, собственно говоря, это делаете, это тоже популярный был вопрос, очень всем интересно, технически как, поэтому да, это способ приоткрыть дверь в тот мир, который мы не знаем, и на самом деле это очень интересно, я сама читала, например, у нас один из самых таких запоминающихся гостей, это был вот мужчина, раб, сап, и под конец, настолько этот мужчина был харизматичный, хотя никто не видит его лицо, то есть, если кто-то хочет, может мне написать, и я с удовольствием, даже мужчины, пущу вас поучаствовать, если у вас есть какая-то интересная история, да, то есть, его, никто не видит его лица, он подходит, он заходит в группу под определенным профилем, там написано бестактный вопрос, никто не знает имени, никто не знает лица, никто не знает, как он выглядит, но мужчина был настолько харизматичный, что к концу его дня, он практически целый день на проводит группе то есть параллельно в течение обставить вопрос отвечать концы его дня девочки готовы были согласиться уже и на бдс и познакомиться мне писали пожалуйста телефон ну покажи ну покажи хотя бы как он выглядит ну очень 9 это успех да то есть мужчина вот это да тоже интересно вы теперь настоящий специалист по жизни в германии потому что не только собственным опытом располагается но и таким широким периодическим опытом самых разных до женщин давайте такое завершение блиц опрос так действительно прям блиц у нас времени уже мало я буду давать короткий тезис или вопрос а вы коротко и емко отвечает хорошо правда что немцы грубые не умеют ухаживать не придерживают двери не платят в ресторанах неправда и все неправда нет это неправда ну я девушка замужняя но вот например мои близкие подруги которые встречаются с мужчинами немцами если убрать каких-то которых нет смысла обшел сдать потому что что же говорить козлов везде полно в каждом городе в каждой стране в каждой расе каждой нации то в большинстве своем немцы заинтересованы в женщине как же как и русские заинтересованы женщины итальянцы и индусы и пасы они ухаживают за девушками не платят и они с удовольствием это делать то сто процентов правда ли что немки не особенно ухаживают за собой и наши женщины на этом фоне выгодно отличаются неправда нет наша женщина конечно красиво никто не поспорит но мне кажется это очень сильно ну точнее мнение об об этом вопросе создается исходя из того где ты живешь мы живем в дюссельдорфе дюссельдорф у нас считается одной столицей немецкой германии города моды как-то так я слышала сама была конечно в шоке но говорят что тогда у нас очень ну мы вот регулярно ходим в клубы коктейль бары проводим на мероприятия какие-то и те немки которых я вижу вокруг себя это всегда ухоженные красивые девушки поэтому сказать что я прям не знаю выхожу на улицу и думаю о спать какие же вы все страшные но такого нет беженцы это кошмары женщины германии быть опасны нет ну беженцы бывают разные есть люди я знаю беженцев лично которые безумно великолепнейшие люди потрясшие меня до глубины души кстати вот мусульманка про который я вам сегодня рассказывала и такие беженцы это люди которые приедут в германию интегрируются в германии и еще добьются в ней высот про женщины но я живу дюссельдорф я живу дюссельдорфе хорошим район я до этого жила в кельне да там вот где все самое страшное происходило и в этот кстати новогоднюю ночь мы уже были в германии и никто меня ничего не изнасиловал все интересное проходит мимо меня всегда поэтому я не могу сказать я могу сказать что женщины в германии быть отлично потому что женщина в германии можно быть такой какая ты хочешь можно быть же германия дает женщине много осознания себя осознание того что ты не кукла ты не вещь ты не придаток и не кухонная утварь ты личность поэтому женщины не контекста беженцев или с ними в германии быть абсолютно не опасно и очень прекрасно думаю это роскошный финал спасибо большое это программа берлинские окна виктория личника администраторы к создатель группы девушек германии женщины без границ в фейсбуке обязательно постучите присоединяйтесь если вы женщина но даже если вы мужчину можете стать героем и гостем этой группы виктория с удовольствием рассмотрим вашу заявку спасибо лидже